Всем привет! Я Павел Ежов. Видите, я сегодня в такой необычной компании. Ну, в общем, да, мне немножко, чуть-чуть надоело снимать только про пиво. Я решил немножко разнообразить свои видосы, но благо пиво всё равно надо чем-то закусывать. Ну, чуть-чуть, буквально чуть-чуть попробовать себя в роли кулинарно-пивно-закусочного блогера. Ну, не пойдёт, вернёмся к пиву. Итак, я продолжаю разговаривать про коптильню Ханхи-4. И сегодня буду в ней коптить курочку, но не просто курочку, а две курочки двумя разными посолами. Один посол быстрый, он буквально два часа в горячей воде, в горячем растворе. Курица вот очень-очень быстро напитывается и в коптилку. И вторая классическая курочка, вот она, кстати, в кадре, которая коптится 12 часов. Ну, понятно, я здесь монтаж уже везде сделаю. И, ну, посмотрим, понятно, что объективных каких-то, ну, не добиться ощущений, у всех вкусы разные, всё разное. Но постараюсь рассказать особенности работы с коптильней, ну, и вкус курочки, как она получилась. Итак, поехали. Там ещё в конце будет, в середине, да, будет рецепт, в общем, что-нибудь в описании будет написано. В общем, погнали. Мы начинаем. Отлично. Значит, у нас две курицы. Эти курицы по 2 килограмма, ну, там что-то 2-100. Ну, в общем, нам нужно будет 2 литра рассола, примерно такая пропорция. Соответственно, рассол мы будем делать двух видов. Одну курицу мы сделаем быстрым способом, вот эту вот, которая у нас помечена. Мы её зальём. Да, да. Мы её зальём горячим раствором, примерно там 60-70 градусов, и оставим на 2 часа. Со всеми специями, со всеми чем только возможно. Вторую же курицу мы сделаем классическим способом, на 12 часов. То есть мы сделаем такой же горячий раствор, остудим его, и, собственно, зальём эту курицу и поставим её под гьёд, чтобы она там вся хорошенечко пропиталась. Вот. Потом сравним, что у нас получится, да, какая будет лучше. Это, это, а может быть... Экспресс-курица или клочечка-курица. Да, стоит лишь, да, 12 часов или двух, в принципе, достаточно, да. Не получается. Скажу сразу, что мы, ту, которую вот 2 часа я уже делала, потому что мне всегда всё нужно быстро, я придумала здесь сейчас, и мне нужно реализовать. Поэтому этот способ точно отличный, хорошо получается, курица вкусная, нежная, всё с ней хорошо. С этим способом я не заморачиваюсь, ну, попробуем то, что получится, как оно будет. Что мы делаем для начала? Для начала мы делаем раствор. Для этого... Вот сюда вот подвешу. Давай, давай. Наливаем горячую воду. Нам нужен соляной раствор. Соответственно, что мы делаем? Мы кладём картошку, сейчас мы побольше воды нальём, чтобы было видно, чего с ней происходит. Хотя всё равно один маринад, по сути, да, так что наливаем душу. Да, маринад один, но просто что в разных этих самых. Значит, берём соль. Вот он секрет, когда все говорят, сделайте насыщенный соляной раствор. Да, да, да. Что такое насыщенный соляной раствор, ни черта не понятно. Но картошина у нас не просто так, сейчас увидите магию. То есть вот мы соль бросили, размешали, она достаточно быстро растворяется в горячей воде. Видим, что да, что картошина у нас не всплыла. Да, соответственно, у нас наш раствор ещё недостаточно насыщен солью. Соответственно, добавляем ещё, размешиваем. Картошина всё так же там. Всё надо сыпать и сыпать. Ну да. Ну вот она, видишь? Вот она, вот она. Да, всё, всё, вот видно, что соляной раствор уже такой насыщенный. Вот, картошка болтается наверху. Вот-вот, всё, этого достаточно. Всплывает, выталкиваем. Она всплывает и как бы этого более чем достаточно. То есть её соль выталкивает. Ну и хорошо. Всё, то есть соляной раствор мы приготовили. Да, теперь добавляем туда... Я забыла глазку. Теперь мы туда засыпаем, ну вот так вот, на глазок штук 15-20 перца. Десятых? Да нет, конечно. Лавровый лист. Ну вот пять головок чеснока. Мы их... Дольчик. Дольчик, да. Мы их не режем, мы их давим. Да, то есть нам не важно, как он выглядит. Нам важно, чтобы он отдал свой вкус. Да, чтобы курица у нас напиталась вкусом. В горячем соляном растворе она таки напитается и будет хороша. Сюда бы хорошо добавить душистого перца, но у меня его нет. Соответственно, я беру приправу для куриц, любую, какую хотите, вообще не важно. Можно и просто ничего не добавлять. Но мне нравится, когда насыщенный вкус есть. И, соответственно, я добавляю сюда приправу. И, собственно, вуаля. У нас получилась очень красивая история. Берем нашу курицу, вот эту, которая у нас помечена, да, и заливаем горячим соляным раствором. Так, чтобы она вся покрылась. Но мы ее накроем крышкой, да, чтобы вода быстро не остывала. И не... А ты на второй тоже ставишь или будешь отдельно делать для второй? Не, я сделаю отдельно для второй, просто чтобы она не это... Ну да. Чуть-чуть еще можешь сюда долить. Вот. Ну, приправа. Да, и вот эту вот горячую историю... И вот эту вот на 2 часа. Да, и вот эту на 2 часа, потому что она в горячей воде. Сейчас накроем крышкой, прижмем чем-нибудь, чтобы она так вот погрузилась, да. И, соответственно, на 2 часа оставим. Эту мы зальем таким же раствором, только холодным. И оставим на 12 часов, да. Ну и потом сравним уже, что у нас получится. Ну, конечно, результат. Да, да. Круто? Да. Переходим к... Не знаю, куда, на улицу переходить. Сейчас будем делать монтаж. Итак, жмение. Опилок. Здесь все должно быть максимально сухое. Никакая влага нам лишняя в коптильне не нужна. И берем, насыпаем 50 грамм клиноптилолита. Не знаю, сколько это будет. 50 грамм. Ну, давайте посмотрим. Как я понимаю, основная задача, чтобы, ну, закрыть все вот эти вот отверстия, которые там предусмотрены для выхода дыма. Вот так вот. Ну, пускай вот, пускай вот этого будет вот столько, 50 грамм. Интересно, интересно. Сверху закрываю крышечкой. Ну, можно, не знаю, поставить противень. Я буду делать курицу целиком. Поэтому, ну, вот, вот, наверное, буду ставить ее где-то вот здесь вот. Вот термощуп, про который я говорил. Очень желательно использовать вообще любой, какой вы найдете. И, ну, я думаю, куда-нибудь вот в район грудки, вот у кости. И это вот самое такое вот место, которое нам хорошо бы все-таки пропечь. Так. Опилки, фильтр. Все зацепено. Убираем. Закрываем. Гидрозатвор. Все готово. Термометр готов. Включаем. Вес ножек прогревается. Но с ножками не видит кастрюли. Пришлось болгарку взять и вот примерно вот по столечку отпилить от каждой ножки. И теперь все хорошо с мощностью. И, соответственно, не перегревается. Не перегревается. хорошее время проверить, насколько разнятся показания термометров. Сейчас его немножко подкоптим. Помните, да, у этого вот, у беленького, у него маленький-маленький такой коротенький щупик. Да, этот все-таки подлиннее, этот практически достает уже в нашу курицу упирается. Ну, надеюсь, за эти несколько минут не успеет там сгореть, сломаться там как-то от температуры. Разве что только повоняет. Ну, и вот этот вот миф, да, что какая температура внутри, какая температура снаружи, нужен ли щуп дополнительный. Видно, интересно? Или засвечивается все? 54 55 Ну, знаете, я бы не сказал, что принципиально какая-то разная температура, да? Понятно, там ниже она побольше. Но, ну, вот я не вижу, что прямо какая-то разница, вот прямо вот чудовищная разница, да? Ну, сколько? Ну, в 3 градуса разница, да? 52, 55 Ну, в 3, в 4 градуса вся разница. Мне кажется, это такое, для эстетов скорее... Нет, наверное, но и вот она достает. Ну, вот до сколько этот щуп достает, да? Вот так вот примерно, да? То есть вот здесь вот уже верхняя часть курицы точно находится. Ну, вот так вот вот она выглядит. Это курочка. Я не могу сказать, что, конечно, она супер золотистая, прям вот что супер золотистая. Но в целом вроде ничего. И шпагатик пригодился, да? Чтобы крылышки подвязать. Ну, давай скрывать. Ну, и в целом, как к любому прибору, наверное, приноровиться, да? Да, понятно. Чтобы она была золотистая, поэтому, как бы, главное, чтобы она была готова. Это вот то самое, да? Так. Ну, что? Смотрите, какой взрез красивый, да? Получился. Слушай, а мне кажется, неплохо. Не, она такая сочная. Ничего, неужели получилось? Так, ну, хватит тут уже это вот, это вот все вот, это вот хватит. Что ж, что ж. Слушай, а мне кажется, хорошо. Хорошо. Это, которое в горячем было? Я сейчас попробую, да. Это, которое в горячем было? Да, это, которое в горячем было, да. Ну, давай, говори. Ммм, ну, такое, она очень нежная. И она такой нежной-нежной соли. Ну, мне на мой вкус соли маловато, специи хорошо, а соли маловато, но в целом, в принципе, достаточно. Сейчас она коптится, вот где-то 70, вот от 70 до 80 я стараюсь мощность поддерживать. Вот 53 градуса. Но в этот раз я хитрее, я щуп запихал в бедро, которое медленнее всего, соответственно, получилось, что пропекается. Так что в грудке-то, может быть, уже и все готово. А вот бедро, бедро еще 53 градуса. И 2 киловатта шпарит моя бедная плита. Ну, на улице холодно, вон там вот снег везде лежит. Ну, вот так вот, от 70 до 80 держим. То больше, то меньше. Так, что в итоге я накоптил? Значит, курица, которая быстрым способом, да, она имеет право на существование. И если вдруг вот гости, и прямо вот срочно надо, или вот вы решили, что только курица и ничего иначе, в принципе, 2 часа в горячей воде не так равномерно, конечно, она просаливается, но нормально. Ну, и не надо никакой нитритной соли, наверное, если вопрос вдруг возникнет, потому что, а зачем, если она сразу же съедается. Вот, и температуру внутри мы все равно догоняем до 72-74 градусов, если пользуемся термощупом, это, ну, прямо хорошо. Значит, ну, то есть, все уже там, все, это готово, это термообработка мяса. Значит, что касается курицы классического засола. Первую курицу я так как-то щадил, побаивался и держал температуру. В диапазоне 60-70. И за вот эти там час сорок, грубо говоря, она, грудка была идеальная, с бедрышками были, ну, так, проблемы. Они были красноватые, такие откровенно. Значит, следующий раз я держал температуру там 70-80. Ну, 80 не было, 70-75, вот так вот. Те же где-то час сорок, тоже температура дошла. В этот раз я бы ухитрее термощуп втыкал в бедро. В принципе, готово, но все равно чуть-чуть еще кровит. Соответственно, оптимальная температура, наверное, вот для данной конкретной пивоварни Ханки 4, где-то 80-85. Вот так вот. И причем сразу надо максимально-максимально выйти на эту мощность, на эту температуру. И на ней уже, ну, готовить, смотреть по термощупу. Ну, наверное, все. Очень прикольный эксперимент. Спасибо, что смотрели. А, да, и, кстати, чем мне понравилась очень эта коптильня, что все вот это вот, все, что вот внутри, вот все заляпанное жиром, там вот копоть и все, все моется в посудомойке, в обычной домашней посудомойке. Это охрененно. Просто вот, и она чистая опять. Хорошо, спасибо. Значит, такой кулинарно-исследовательский формат у нас получился. Ну, пишите какие-то комментарии, что там у вас, какие идеи, мысли есть. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Помните, да, внизу в описании под роликом ссылка на магазин русской дымки, промокод Ежовбир, если вводите 3% скидка на железо. Да, там, все-все-все, что там есть. В общем, ну, в принципе, вариант сэкономить. Спасибо. Пока-пока.